Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать подробно все сорта томатов, которые находятся у меня в каталоге. Я уже говорила, что завтра, 1 августа, я выставлю каталог нынешний на семена. И до этого времени мне нужно обязательно описать вам все сорта томатов, чтобы вы видели, какой томат что из себя представляет, чтобы вы уже заранее знали, что вы хотите. В предыдущем видеоролике мы закончили 115 номер, барнаульский консервный. Номер 116, штамбовый засолочный. Вот этот сорт я нынче описывала раза 3 уже. Я показывала, как он растет у меня в ведре, то есть его можно вырастить и на балконе, на подоконнике, как он растет у меня на улице. Я уже плоды показывала, по-моему, и дегустацию делала. Это ранний сперлый сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, компактное, высотой 40-50 см. Плоды округлые, плоскоокруглые, красные, плотные, массой 50-100 г. Вкус свежих и консервированных плодов сладкий, с кислинкой. Сорт устойчив к основным болезням. Рекомендуется для цельноплодного консервирования и засолки. Вот хочу про засолку и про консервирование сказать отдельно, потому что мы привыкли, как крупные плоды с нижних кистей берем, а верхние, которые мелкие, мы пускаем в консервирование и в засолку. И начинающие огородники не понимают, что не все сорта подходят для консервирования и для засолки. Для этого есть специальные сорта, которые не разваливаются, не теряют свою форму. Шкурка, у которых плотная, держит форму, не дает растрескиваться плоду. И поэтому для засолки и для консервирования лучше все-таки выбирать те сорта, которые выведены именно для этого, а не собирать мелочь со всех остальных сортов. Некоторые разочаровываются от крупноплодных последней кисти возьмут, которые маленькие, не налились, не сформировались, засолят. И качество засолки и консервирования получается намного ниже. Они думают, что как-то они неправильно что-то делают. Это зависит от сорта. Выбирайте сорта, именно предназначенные для этого. Вот штамбовый засолочный, пожалуйста, для этого. Потом засолочный чудо, 117. Раннеспелый сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, компактное, высотой 40-50 см. Плоды удлиненно-овальные, красные, плотные, массой 50-100 г. Вкус свежих консервированных плодов 4-9 баллов. Это почти наивысшая оценка. Не поражается фитофторозом. Сорт транспортабельный, с лёжкой с высокой, устойчив к основным заболеваниям. Рекомендуется для цельноплодного консервирования и засолки. Говоря о консервировании и засолке, я вот уточню, я имела в виду именно цельноплодное консервирование. Потому что для остальных, вот как я делаю, например, консервирую дольками, вот эти десертные всякие томаты, закусочные томаты. Тогда крупноплодные томаты подходят, но там мы делаем через стерилизацию, не сливаем 2-3 раза, а именно вот когда мы консервируем, один раз заливаем воду, сливаем, второй раз заливаем воду, сливаем, то выдерживают вот такие наши операции хорошо, лучше всех именно засолочные и для консервирования томаты сорта. Поняли, наверное. Сумбурно объяснила, но я надеюсь, понятно. 118. Подарочный. Сорт томата подарочный подходит для выращивания практически во всех регионах Российской Федерации. Среднеспелые растения детерминатные, ограничивают свою высоту роста, не бывает выше 80 см. Растения предназначены для культивирования в открытом грунте, то есть это для улицы. Они прекрасно переносят и выращивание в теплицах и плёночных тоннелях. То есть, если у вас нет теплицы, вы этот томат можете свободно вырастить в открытом грунте, но если захотите в теплицу, то можно и в теплицу. Имеет высокую сопротивляемость заболеваниям, адаптирован к высоким температурам и засухе, поэтому чаще всего культивируется на юге странный. То есть, этот томат подарочный, нам говорит производитель, что он жаростойкий, адаптирован к высоким температурам и засухе. Но, несмотря на свою любовь к жаркому климату, сорт хорошо переносит недостаточность освещения и небольшую температуру воздуха. В описании к растению говорится, что она создана селекционированной для культивирования в различных регионах страны. Многочисленные отзывы дачников, любовь к этой разновидности помидоров, свидетельствуют о стабильных урожаях как на территории Сибири и в средней полосе, так и на юге. Но это значит, что вот этот томат, вы поняли, он универсальный, может его и южанин посадить, и сибиряк. И везде он хорошо себя будет вести, невысокий 80 см. Пудовик 119, томат Пудовик, средних сроков созревания, плоды крупные и красивые, ярко выраженные сердцевидной формы, малейного красного цвета, великолепного вкуса, незрелые и светло-зелёные, созревшие. Средняя масса плодов 700-800 граммов, в достоинстве сорта отменный вкус помидор, крупный размер плодов, устойчивость к основным заболеваниям, хорошая сохранность при перевозках, средняя урожайность 5 кг с куста, а это значит, что 20 кг при высадке не более 8 растений с квадратного метра. Кусты растения детерминатного типа, то есть они бесконечно не вытягиваются, на открытых грядках вырастает 1,2 м, в теплице выше 1,7 м, 1,80 м. Сорт предназначен для выращения в открытом, защищённом грунте, лучшую результативность куст показывает при формировании 2-3 стебля и высадке в открытых грунтах. То есть, пудовик всё-таки лучше себя покажет в открытом грунте, потому что, как и большинство сибирских сортов, вот, например, у меня сибирская тройка, тоже высаживаю и в теплице в открытом грунте, но почему-то в открытом грунте у неё больше урожая, то ли им, правда, действительно прохлада больше, как предназначено. При выращивании в теплице урожай несколько меньше, плоды, кусты довольно раскидистые, на квадратном метре не советуют высаживать больше 3-4 кустов, выращивают в 1-2 стебля с подвязкой, куст требует обязательно удаления пасынков. Ну, тут написано, это вот от этого, я списывала же от производителя, выращивают в 1-2 стебля, ну, написано, что лучшую результативность куст показывать при формировании в 2-3 стебля и высадке в открытый грунт. Вот это самое главное. Пудовик я показывала, показывала, как он растёт у меня в теплице, есть у меня на улице, в открытом грунте пудовик у меня в сибирском регионе уже поспел несколько плодов, это значит, что он будет не поздно, несмотря на крупные плоды. В теплице, конечно, я уже давно его срываю, есть и дегустация, и видеообзор, кого интересует этот сорт, смотрите ролики, там более подробно он описан, там к каждому сорту посвящён целый видеоролик. 120 Добарао чёрный, ну, всем известен сорт Добарао, это уже как классика, это средне-поздний, хладостойкий, теневыносливый сорт, можно и в теплице в открытом грунте выращивать. Растение индетерминатное, мощное, обязательно требует подвязки, посынкования, вырастает до 2 метров, это я по своему опыту знаю. Плоды сливовидной формы, они бывают розовые, жёлтые, вот это вот, который чёрный, это он такой шоколадно-красный цвет, массой 60-90 грамм собраны в кисти, сочный, очень плотный, обладает высокими вкусовыми товарными качествами, рекомендуется для непосредственного потребления, приготовления салата, украшений и блюд, переработки, цельноплодного консервирования, высокая урожайность, всё в этом сорте хорошо. Вот этот сорт, именно Добарао чёрный, я выращиваю первый раз, мне прислали эти семена, но вообще Добарао я выращивала, и жёлтый выращивала, было время, и розовый выращивала, так периодами. Единственное, что с ним сложно, это вот его двухметровый рост, конечно, на улице, вот мне его сложно, у меня палочки метр двадцать высотой, а он два метра. Он вот дорастает до полтора метра, его приходится или обрезать, или он заваливается во время ветра. В этот раз я посадила вдоль забора, буду привязывать прям к металлическим вот этим конструкциям забора, попробую ещё так в теплице, он тоже вырастает до самого потолка, пытается ещё потолок подпереть и дальше туда рвануть. Но вот у кого нет проблем, кто любит с длинно, с высокими томатами возиться, очень урожайный, очень хороший сорт. Добарао вообще хороший сорт, а это вроде как ещё немножко экзотический, чёрный. 121 негритёнок. Томаты сорта негритёнок были получены, селекционированы в 2010 году, так что это очень новый сорт. Были зарегистрированы в госреестре, растение является индотермиантным, поэтому обязательно, в обязательном порядке требуют посынкования, обрезки, подвязки, формирования кустов. Кусты вырастают очень мощными. В среднем высота в открытом грунте полтора метра, в теплице могут вырасти до двух метров. Стебли крепкие, листья средних размеров, в гофрировании. Первая цветочная кисть только после 10-12 листа, как я это не люблю, когда высоко сильно, последующие кисти чередуют через каждые 3 куста. Урожайность сорта нельзя назвать рекордной, под плёночными укрытиями примерно 6,5 килограммов с каждого квадранного метра. То есть с одного куста можно получить от 1,5 до 2 килограмм помидор. Ничего от себя не могу сказать, высадила в этом году первый раз, тоже прислали семена, посмотреть, просто поэкспериментировать, посадила. Растёт у меня, растёт хорошо пока что, не знаю, какой даже вид у него будет. Ясно, что он здоровый такой, мощный, но пока только описание вот это вот, что он индетерминатный, обязательно посынковать, обрезать, всё делать такое, всё, что делать с добарао, посмотрим. Но этот сорт у меня пока на эксперименте. 122 снегири, супер ранний сорт. Снегирь создан специально для выращивания регионок с холодным коротким летом. Сорт устойчив к заморозкам, кратковременной засухи, заболеваниям, кусты отличаются высокой отдачей урожая, не требуют формирования. Можно выращивать дома в бозонах, контейнерах, на балконах. Томаты отлично адаптируются к кратковременному понижению температуры и недостатке влаги. При создании идеальных условий значительно повышается урожайность культуры. В кистях 3-5 томатов по 130-150 грамм, плоды плоско-округлой формы, в стадии красный цвет. Про сорт снегирь, что скажу. Это вот чисто для Сибири, для таких же регионов. Он весной и может холод немножко пережить, созреет рано, если вы посеете в нормальные сроки, без опозданий. В прошлом году я делала видеообзор про снегирь. И посмотрите, пожалуйста, кого интересует. Вот такой неприхотливый, который вы можете получить в любых условиях. Видите, тут написано, будет немного засуха, он переживет. Будет немного холод, он переживет. Если немного будет даже кратковременно вот какие-то заморозки, понижение температуры, они обычно вот эти сорта, они если чуть листья подмерзают, они обрастают и снова начинают дальше расти и все равно будут плодоносить. Конечно, они не супер такие мясистые, сахаристые, как у нас бычье сердце, как вот я дегустировала пудовик, любимый праздник, но это совсем другой класс томатов. Это те томаты, которые могут вырасти даже там, где вот эти не вырастут никогда, и которые могут вырасти пораньше тех крупноплодных наших нежных сладких таких сахаристых, которые пригодятся вам в тот период, когда не будет крупных плодов. Конечно, даже врать не буду, они и доля кислинки у них есть, и не такие они сладкие, не такие они сахаристые, у них не арбузная мякоть, но для тех, у кого невозможно вырастить вот эти вот крупноплодные, они будут самыми вкусными томатами, они выручат тех людей, у которых очень неблагоприятные условия, погодные. 123 бердский крупный, я тоже вам уже нынче показывала, как он хорошо завязался, какой он крупный и невысокий, по сравнению с бычим лбом. Среднеранее полудетерминантный урожайный крупноплодный сорт томата для открытого грунта, пленочных укрытий. Высота к устаду 1 метра, требуется подвязка к опоре. То есть, это именно тот крупноплодный сорт, который может вызреть и в открытом грунте, и в Сибири, и на Урале, и на Дальнем Востоке, ему не нужно, не обязательно теплиться не нужна. Он невысокий, неприхотливый. Видеообзор про него есть, когда поспеет, я вам покажу его еще раз. Хороший крупный сорт. 124 бычий лоб. Ну, это тоже хороший, но по сравнению с этим, с бердским крупным, это очень высокий. Он стоит сзади бычьего лба, ой, сзади бердского у меня, на заднем плане, и видно, что он в два раза выше. Если тот 80 примерно сантиметров и метр, а этот, ну, наверное, уже 2 метра. 124 бычий лоб. Среднеранний сибирский сорт, индотерминатный, до 170 сантиметров. Плоды красные, крупные, вес 600 грамм, выращивать с подвязкой по санкованиям. Лучше растет теплица, но можно выращивать и в открытом грунте. Урожайность 18 килограмм на метр квадратный. Урожайность очень хорошая, это очень редкая урожайность, когда бывает вот такая 18. Если мы, вы помните, я говорила про медовую каплю, у него 2 килограмма с куста, то это значит, наверное, в 2 раза больше или в 3. Плоды, конечно, крупные, плоды красивые, все в теплице, никогда его не высаживаю, потому что он под потолок вырастает, очень сложно, там же еще вытягиваются более, чем в открытом грунте. Он у меня нынче в открытом грунте, вырос 2 метра. Я потом вам его буду показывать, я уже показывала, сколько завязи на нем, очень плодовитый такой урожайный, ну прям рясный весь. Все, последний сейчас опишу акварель, тем более, что этот сорт новый, который я первый раз выращиваю, он простенький такой, номер 125. Сибирский сорт, срок созревания 100 дней, растение невысокое, 40-50 сантиметров, ошибка. Плоды красные овальные, весом 50-100 грамм, легкий, устойчивый к растрескиванию. Идеален для консервирования. Это вот такой простенький сорт, как типа дамские пальчики. Он такой вытянутой формы, сливовидные, для консервирования. Я его высаживаю нынче первый раз, покажу вам, когда он поспеет, и все о нем расскажу, но свое мнение я смогу о нем составить, только через, ну как только на будущий год. Нынче вот он растет и растет, я пока ухаживаю, он такой же, как все. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это было подробное описание тех сортов, которые у меня в каталоге. Осталось немножко, на один раз еще, и все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok